Привет! Сегодня мы разберемся, как открыть ИП с высшим образованием и стать магистром ОАО. Ну а если быть честным, мы в Институте экономики и управления. Поехали! Здравствуйте, меня зовут Алена. Давайте с вами познакомимся. Как зовут вас? Меня зовут Сергей Кульпин. Я директором центра маркетинга и пиар Института экономики и управления. Здорово! А расскажите, где мы с вами находимся? Это же каворкинг, я правильно понимаю? Да, это каворкинг, где проходят занятия наших студентов, курсы в ДПО. Мы его сделали совместно с нашим партнером. Это такое новое пространство, которое мы построили год назад. Здорово! Здесь очень уютно. Прекрасно располагает к нашей беседе. Давайте сразу у меня к вам вопрос. Кто круче? Менеджер или экономист? Вопрос очень интересный, но он не имеет конкретного ответа, потому что что вам больше нравится, яблоки или апельсины? Ну, наверное, здесь действительно очень сложно выбрать. Да, потому что каждый человек сам решает, кем он хочет быть. Он может стать крутым экономистом, он хочет стать крутым менеджером. То есть все зависит от человека и современного образования, в том числе экономического образования. Оно направлено на том, что каждый человек находит сам себя, сам свою дорогу, свою карьерную траекторию устраивает сам. То есть в институте экономики и управления я могу выучиться и на менеджера, и на экономиста? Да, блок экономики и управления содержит как экономические дисциплины, так и управленческие дисциплины. А если я захочу стать чиновником, мне тоже к вам? Конечно, это к нам, потому что у нас есть программа госмуниципального управления, также есть программа публичная политика и социальной науки, где ребята после окончания идут на госслужбу, либо идут в муниципалитеты, либо становятся деятелем НКО, то есть некоммерческий какой-то сектор. Хорошо, а если это не менеджеры, не экономисты и не госслужащие, кто еще? У нас есть блок программ, который междисциплинарный, то есть там можно работать и в некоммерческом секторе, и в коммерческом секторе. Во-первых, это программа бизнес-форматика, где учатся и экономике, и менеджерству, и программированию. Другой блок программ — это юридические, это два специалитета. У нас это экономические экспертизы и правовое обеспечение национальной безопасности. И еще одна программа, которая пользуется очень высокой популярностью среди абитуриентов — это реклама «Связь с общественностью». И здесь вы можете работать на продвижении бизнеса, либо работать с органами власти и налаживать отношения между властью и населением, например. Если я хочу открыть свой бизнес, прям мечтаю, куда мне лучше пойти? Бизнес, он может быть в любых сферах. Например, мировая экономика и международный бизнес. Да, у нас есть такая программа. Здесь ребята могут создать бизнес мирового уровня, то есть международный, между разными странами. Вы как-то помогаете студентам в открытии их бизнеса или все-таки они сами? Прежде всего мы даем теоретическую подготовку, да, и пытаемся сделать так, чтобы у ребят была возможность уже делать шаги по открытию своего бизнеса через разные механизмы, через практики, через какие-то проектные обучения и так далее. То есть если студент в этом заинтересован, он откроет свой бизнес. То есть это все равно зависит много от личности, да, потому что мы стараемся готовить управленцев, но управление, прежде всего, в характере своем должен быть. Мы с вами упомянули про бизнес, говорили про бизнес, то есть получается, я смогу быть и программистом, и аналитиком одновременно, правильно? Мы говорим сейчас про бизнес-форматику, да. Да, ребята, у них есть много дисциплин экономических, да, как на экономике, например, ну чуть поменьше, да, есть управленческие. Самое главное, что они изучают так же программирование, как, например, радисты наши. И они выходят универсальными специалистами, которые становятся аналитиками. Прежде всего, ну, они могут... Бизнес-аналитики. Они бизнес-аналитики, то есть они собирают, например, на каком-то программировании программ, которые собирают данные с рынка, упаковывают это в какой-то программный продукт и предоставляют как бы своему работодателю. Либо они могут открыть собственный бизнес, например, по бизнес-аналитике и успешно реализовывать себя. А насколько сейчас актуальна и вообще популярна такая профессия, как бизнес-аналитик? Это популярно, потому что мы живем в условиях цифровой экономики. Это самый главный тренд, который сейчас идет. И специалисты междисциплинарные, то есть когда мы помимо экономики менеджмента знаем еще информатику, это все больше и больше будет внедряться в разные программы. Но мы имеем такую программу, которая уже действует порядка 10 лет. Почему УРФУ и экономика и управление? Потому что это востребованный диплом. Потому что это больше, чем образование простое, с возможностью поехать за рубеж, получить двойной диплом, получить дополнительные компетенции. Это большие связи с работодателями, с нашими партнерами, которых больше сотни. Ну и в целом у нас очень хороший коллектив и отличные студенты. Что ж, мы узнали, чему нас научат в Институте экономики и управления, а также нам рассказали, как открыть свой бизнес. Поэтому я пошла писать бизнес-план. А это был тест-драйв УРФУ. Спасибо за просмотр! До свидания! adjustług су Little offs моя прикручайте так что